Доброе утро, уважаемые четвероклассники! Может быть, к нам пришли третьеклассники, даже пятиклассники сегодня на урок. Доброе утро, дорогие взрослые, родители и педагоги! Я очень рада вас приветствовать сегодня на онлайн-уроке, который посвящен такой сложной действительно теме, теме, как деление многозначных чисел. Но я абсолютно уверена, что каждый из вас с этой темой может справиться очень спокойно и даже легко, если будет внимательным и если будет знать некоторые хитрости, на которые я хочу сегодня тоже ваше внимание обратить. Итак, мы начинаем, и мы с вами сегодня будем учиться делить многозначные числа. Меня зовут Глаголева Юлия Игоревна. Я приветствую вас из Санкт-Петербурга. У нас утро, солнце. У кого-то из вас уже день. Я желаю вам хорошего настроения в сегодняшней работе. Итак, мы с вами начнем. Давайте сначала попробуем ответить на вопрос, что нам помогает выполнять деление многозначных чисел. Потому что знание ответа на этот вопрос нам потом поможет при необходимости найти ошибку в своих вычислениях, вспомнить то, из-за чего я допускаю эту ошибку, и исправить ее. Поэтому очень важно сейчас посмотреть, что же нам надо повторить для того, чтобы хорошо научиться делить многозначные числа. Итак, во-первых, нужно хорошо знать разряды многозначных чисел. Мы сейчас с вами это посмотрим и некоторые важные моменты проговорим. Второе. Конечно же, для того, чтобы выполнять и умножение, и деление многозначных чисел, очень важно хорошо знать таблицу умножения и деления. Потому что в противном случае для меня письменные вычисления станут очень долгими, неудобными, некомфортными. Поэтому, конечно же, если вдруг у вас еще есть какие-то сложности в таблице умножения, обязательно нужно ее повторять. Вы можете обратиться к онлайн-уроку для третьего класса, который был посвящен таблице умножения, и посмотреть его в записи. Дальше. Для того, чтобы выполнять письменные вычисления, нужно уметь устно умножать и делить, в первую очередь, двузначные числа, а, возможно, и трехзначные. Потому что для подбора цифр частного нам понадобится умение хорошо умножать и делить в уме. Дальше. Нужно хорошо знать деление с остатком, потому что при письменном делении мы будем постоянно обращаться к этой теме, к делению с остатком, и будем это использовать. Наверное, большинство из вас уже хорошо умеют делить трехзначное число на однозначное, и знают, как это записать в столбик, или, как это еще называют, уголком, и как выполнить вычисление. Ну и, конечно же, нам пригодится такое качество, как внимательность, я бы даже сказала, дотошность к некоторым мелочам и деталям. И еще одно очень важное умение – это умение выполнять прикидку. Что такое прикидка? Это прогнозирование, оценка ситуации. Вот это умение при делении является очень важным для того, чтобы деление выполнялось легко и комфортно. Итак, давайте немножечко повторим. Посмотрите, пожалуйста. Перед вами так называемая таблица классов и разрядов. Я хочу вам напомнить, как устроены многозначные числа. Вы знаете, что в многозначных числах есть классы. Каждый класс включает три разряда. Посмотрите, пожалуйста. Эту табличку удобнее смотреть справа налево сейчас, а потом читать числа мы будем слева направо. Вот такая особенность. Самый младший класс – класс единиц. в нем три разряда. Единицы, десятки, сотни. Следующий класс – класс тысяч. В нем тоже три разряда и тоже единицы, десятки, сотни. Только единицы тысяч, десятки тысяч и сотни тысяч. Следующий класс – миллионов. И в нем то же самое три разряда единиц миллионов, десятков миллионов и сотен миллионов. Но я думаю, что для большинства из вас известно, что следующий класс – это миллиарды. И дальше, в принципе, мы можем точно так же образовывать любые многозначные числа. Что нам важно? Посмотрите, пожалуйста. Таблица классов и разрядов, она позволяет нам правильно записывать и читать числа, не делать при этом ошибок. И я хочу обратить сейчас ваше внимание на еще то, что нам обязательно понадобится при выполнении деления. Я выписала отдельно из этой таблицы классов и разрядов число 6071. Но я думаю, что не секрет, и вы с этим иногда встречаетесь, что при записи этого числа иногда теряют вот тот самый ноль, который стоит в разряде сотен. Посмотрите, пожалуйста. В разряде единиц тысяч, в самом старшем разряде или высшем, стоит цифра 6. В разряде сотен цифра ноль. В разряде десятка – семерка. В разряде единиц – цифра один. Но, что очень важно, вот, к сожалению, иногда ребята, и даже взрослые, допускают такую ошибку. Они говорят, в числе 6071 сотен нет. Почему они так говорят? Потому что в разряде сотен стоит цифра ноль. Но мы же знаем, что в этом числе есть еще тысячи, 6 тысяч. А 6 тысяч – это 60 сотен. Поэтому правильный ответ в числе 6071 – всего 60 сотен. Почему я обращаюсь сейчас на это внимание? Потому что для того, чтобы правильно выполнять деление, собственно, как и вычитание, например, нам обязательно нужно это хорошо понимать. Иначе мы сможем допустить некоторые ошибки. Следующее, что я приглашаю вас повторить, это устное умножение и деление двузначных чисел. Вы все это изучали еще в третьем классе, хорошо повторили в четвертом. Я хочу сейчас вам просто напомнить способы умножения и деления. Если говорить про умножение, посмотрите, пожалуйста. Чаще всего при умножении двузначного числа на однозначное мы используем распределительное свойство умножения. То есть я число 18 представляю в виде суммы разрядных слагаемых 10 и 8 и умножаю по частям. Сначала умножаю одно слагаемое на 5, потом другое слагаемое на 5 и складываю результаты. В результате я получила 90. Я могу здесь рассуждать другим способом. Посмотрите, пожалуйста, я число 18 представлю не в виде суммы 10 и 8, а в виде разности 20 и 2. И тогда я 20 умножу на 5, 2 умножу на 5 и вычту. И тот и другой способ одинаково удобны. Пользуйтесь, пожалуйста, тем, которое удобнее вам. Есть еще другие способы умножения двузначных чисел, но мы сегодня не будем на них останавливаться. Если вам интересно, вы можете тоже в записи посмотреть соответствующий онлайн-урок для третьего класса. И второе, очень важно, это правильно выполнять устное деление. Причем здесь есть некоторые тоже моменты, на которые я хочу обратить ваше внимание. Ну, во-первых, устное деление можно выполнять, пользуясь правилом деления суммы на число. Посмотрите, пожалуйста, я число 65 представила в виде суммы 50 и 15. Очень важно, чтобы каждая слагаемая делилась на 5. И тогда я выполняю тоже деление по частям. 50 разделю на 5, 15 разделю на 5, результаты сложу. И последний пример. 70 разделить на 35. Мы сегодня подобные примеры как раз должны будем решать в довольно большом количестве, выполняя письменное деление. Как я буду рассуждать здесь? На какое число надо умножить 35, чтобы получить 70? Я взяла тот пример, когда догадаться об этом легко, потому что тут прямо видно, что 35 – это половина 70. Значит, надо умножить на 2, значит, в результате получается 2. Но не всегда ответ в частном так легко подбирается. Это мы тоже с вами сегодня увидим. И познакомимся с теми хитростями, которые помогают нам это выполнять легче, лучше и успешнее. Итак, посмотрите, пожалуйста. Я хочу вам сейчас напомнить алгоритм деления на однозначное число. Я взяла его вот из такой книжечки «Справочник младшего школьника». Я попрошу вас сейчас текст не читать. Текст буду озвучивать я. А вы сейчас просто смотрите на запись деления уголком. И пробуйте следить глазами или, может быть, обратной стороной карандаша по экрану за тем, как мы выполняем деление. Итак, деление я начинаю выполнять со старшего разряда. Поэтому сначала делю тысячи. 8 тысяч делю на 5. Получается 1. Столько тысяч будет в частном. 5 умножить на 1 будет 5. Столько тысяч разделили. Из 8 вычитаю 5. Получаю 3. Столько тысяч еще не разделили. Осталось разделить. Я обязательно должна проверить, чтобы 3 было меньше 5. Потому что мы знаем правило, что остаток должен быть меньше делителя. Проверила. 3 меньше 5. Делю сотни. Для этого я рядом с своим остатком 3 записываю цифру из разряда сотен 6. 36 разделить на 5. Пользуясь таблицей умножения, я легко определяю, что это будет 7. Значит, это будет цифра в разряде сотен. 7 умножить на 5. 35. Столько сотен разделили. 36 минус 35. Остаток 1. 1 меньше 5. Дальше я делю десятки. 17, записывая цифру из десятков рядом с единицей. 17 разделить на 5. Это будет 3. 5 умножить на 3. 15. 17 минус 15. Остаток 2. Столько десятков осталось разделить. И я записываю рядом цифру из разряда единиц. Делю 25 единиц на 5. Получаю 5 единиц. Проверяю. Остаток 0. Посмотрите, пожалуйста, зачем мне нужны вот такие подробные рассуждения, такой подробный алгоритм выполнения деления. Конечно же, никто не требует от вас выучить его наизусть. И ваша задача – научиться правильно выполнять деления, а не вот так подробно расписывать, как вы это делаете. Конечно, важнее, чтобы вы правильно считали. Но есть один очень важный момент. Вот такой подробный алгоритм помогает найти ошибку, допущенную при делении. Если при делении у вас что-то не получилось, вы неправильно определили какую-то цифру или запутались в неполных делимах, то тогда вы можете, пользуясь таким подробным алгоритмом, эту ошибку найти и исправить. Поэтому это в помощь для ученика, в помощь для взрослого, который проверяет его вычисления, для того, чтобы можно было найти ошибку. Если вы выполняете деление, вы уже поняли, как это делать, то, конечно же, такие подробные рассуждения не нужны. Не обязательно проговаривать. Первое неполное делимое, второе неполное делимое, делю сотни, делю тысячи. Самое главное, чтобы вы правильно считали. Но, конечно же, нужно понимать, почему вы так делаете. Посмотрите, пожалуйста, это алгоритм деления на однозначное число. Большинство из вас им пользоваться уже умеют достаточно хорошо. И при делении на однозначное число вы все знаете, что легко подбирать цифры в частном. Почему легко? Потому что мы пользуемся таблицей умножения. Мы пользуемся тем, что знаем таблицу умножения с числом 5. И так как здесь я буду делить на 5, то цифры в частном мне подобрать легко. При делении на двузначное, на трехзначное число это сделать уже не так просто. И мы сейчас посмотрим, на что здесь надо обратить внимание. Подсказки, которые нам с вами сейчас понадобятся. Итак, первая подсказка. Это надо запомнить, но я думаю, что как раз это вы уже знаете. Это то, что деление – это единственное арифметическое действие, когда при выполнении деления в столбик или уголком начинают деления, начинают вычисления со старшего, высшего разряда. С разряда тысяч, десятков тысяч. Самый старший разряд в числе. Во всех остальных арифметических действиях всегда вычисления выполняют с младшего разряда, с разряда единиц. И при сложении, и при вычитании, и при умножении. Вот такое особенное действие деления. Этим оно тоже очень интересно. Вторая подсказка. Это очень полезная подсказка, и я надеюсь, что некоторые из вас ее уже знают. Если вдруг кто-то не знает и еще не пользовался, обязательно воспользуйтесь этой подсказкой. Посмотрите, пожалуйста. Начиная деление, удобно предварительно определить количество цифр в частном. Почему я написала удобно, а не обязательно? Потому что на результат деления, в общем-то, это не повлияет, определил я количество цифр или не определил. Но это как раз помешает мне сделать ошибку в делении. У нас будут такие примеры, где мы как раз с вами сегодня это увидим. Посмотрите, пожалуйста, как я буду рассуждать, определяя количество цифр в частном. Итак, первый пример в левой части экрана. 8675 делю на 5. Деление начинаю со старшего разряда тысяч. У меня 8 тысяч. 8 – это первое неполное делимое, так как 8 я на 5 разделить могу. Значит, я в частном получу уже какую-то цифру в разряде тысяч. Значит, в частном будет 4 цифры. Столько же цифр, сколько и в делимом. Вот можно еще для себя сделать подсказку еще проще. Если первое неполное делимое – однозначное число, значит, цифр будет столько же, сколько в делимом. Так еще легче запомнить. Теперь посмотрите в правую часть экрана. 1675 делю на 5. Единичку на 5 я разделить могу, только это будет 0. А 0 в начале числа не пишется. Поэтому первым неполным делимым будет 16. 16 – значит, я делить буду сотни. Значит, значение частного будет начинаться с разряда сотен. Соответственно, в нем будет 3 цифры. Можно рассуждать еще проще, если это тоже вам поможет. Если у меня первое неполное делимое – двузначное число, значит, у меня в частном будет на одну цифру меньше, чем в делимом. Соответственно, вы можете предположить, что если первое неполное делимое – трехзначное число, например, подделение на трехзначное число, значит, в частном будет еще на одну цифру меньше, значит, на две уже цифры меньше, чем в делимом, извините. Это очень полезное умение, потому что, я еще раз скажу, оно не дает нам ошибиться, особенно в сложных случаях деления. И третья подсказка, очень важная для нас. То, что деление на двузначное, на трехзначное и на любое многозначное число выполняется абсолютно по тому же алгоритму, по тому же порядку действий, что и деление на однозначное число. Поэтому я сейчас могу смело утверждать, что даже если вы никогда еще в жизни не выполняли деление на трехзначное число, то, в принципе, вы все равно уже умеете это делать, если умеете делить на однозначное число. Но есть какие-то моменты, на которые я тоже должна буду сейчас обратить ваше внимание. Это то, что немножечко даже не отличается, а немножко сложнее, чем при делении на однозначное число. И именно это мы с вами сейчас посмотрим. На следующих слайдах у меня будут конкретные примеры, где я выполняла деление, и я хочу обратить ваше внимание на некоторые важные моменты. Посмотрите, пожалуйста. Где вы сможете потом потренироваться сами, я об этом вам тоже сегодня скажу. Итак, пример первый. Давайте посмотрим на тот, который в левой части экрана, там, где деление на 15, где еще цветом я пыталась вам дать подсказки. Посмотрите, пожалуйста. Я буду выполнять деление числа 1890 на 15. Я определю предварительно количество цифр в частном. Делю первое неполное делимое 18. Делить буду 18. Значит, в частном будет 3 цифры. На одну цифру меньше, чем в делимом. Поставлю 3 точки. Это всегда удобно, чтобы потом при необходимости увидеть ошибку. Дальше. Выполняю деление. Делю сотни. 18 разделить на 15. Здесь очень легко. Вы видите, что это будет 1. Других вариантов здесь нет. Пишу в сотнях в частном 1. 15 умножить на 1 – 15. Столько сотен я разделила. Из 18 вычитаю 15. Получаю 3. Проверяю обязательно. Остаток 3. Меньше делителя 15? Меньше. Значит, все верно, пока идет. Дальше. Это те сотни, которые мне осталось разделить. Рядом с ними записываю цифру из разряда десятков. 9. 39 – это второе неполное делимое. 39 делю на 15. Здесь тоже легко догадаться, какая цифра будет в частном. Это цифра 2. 15 умножаю на 2. Будет 30. Столько десятков я разделила. 39 минус 30. Получается остаток 9. Проверяю. 9 меньше 15. Все в порядке. Столько десятков осталось разделить. Рядом записываю 0 цифру из разряда единиц. Делю 90 на 15. Это третье неполное делимое. 90 разделить на 15. В принципе, здесь тоже легко догадаться, что это будет цифра 6. Я могу рассуждать так. 15 и 15 – это 30, а 90 – это 3 раза по 30. Значит, получается всего 6 раз. Ну, может быть, вы будете рассуждать каким-то более удобным для вас способом. 15 умножаю на 6. 90 – остаток 0. Я выполнила деление. И читаю ответ – 126. Посмотрите, пожалуйста. Вы действительно здесь можете увидеть, что деление на двузначное число совершенно не труднее, чем деление на однозначное число. Но я вам сначала приготовила такой пример, где цифры в разрядах в частном подбирать легко. Бывают случаи, когда эти цифры подбирать сложнее. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на второй пример на этом слайде. Я буду рассуждать уже чуть менее подробно, чтобы вы увидели, что вот такой подробный алгоритм совершенно необязательный при выполнении вычислений. Самое главное – знать ключевые слова и знать те шаги, которые мы должны сделать. Итак, посмотрите, пожалуйста. 8942 буду делить на 34. Определяю первое неполное делимое. Это число 89. Потому что 8000 я на 34 делить не буду. Это будет 0. Значит, в частном будет 3 цифры. Поставлю 3 точки. Я их ставила, но их не видно, потому что вместо этих точек я написала цифры сверху. Итак, 89 делю на 34. Посмотрите, пожалуйста. Здесь уже сложнее подобрать цифру, которую я должна написать в частном. Как я здесь могу рассуждать? Очень удобно воспользоваться еще одной подсказкой. Это округление чисел. Что значит округление? Это значит, я смотрю, какое круглое число находится близко к моему, например, делителю или к первому неполному делимому, любому делимому. Посмотрите, 89 – это почти 90. Очень близко к числу 90. А 34 достаточно близко к круглому числу 30. Если бы я 90 делила на 30, я бы попробовала цифру 3. Но у меня же не 30, а гораздо больше 34. Значит, тройка мне вряд ли подойдет. И тогда я могу увидеть, что здесь будет цифра вместе в разряде сотен цифра 2. Проверяю. 34 умножая на 2 будет 68. Как проверить, правильно ли я подобрала цифру в частном? Нужно найти остаток. 89 минус 68 остаток 21. Очень большой остаток. Может ли такое быть при делении? Это легко проверить. 21 меньше, чем делитель 34. Значит, я подобрала цифру верно. Не пугайтесь больших остатков при делении на двузначное число, потому что главное, чтобы остаток был меньше делителя. Итак, 21 сотню я еще не разделила. Рядом записываю цифру из разряда десятков и буду делить 214 десятков. 214 делю на 34. Довольно сложно подобрать цифру в частном. Но я же помню, что 34 я могу округлить до числа 30 в обратную сторону с недостатком. Если бы я 214 делила на 30, думаю, какую бы цифру мне надо было попробовать. 6 и 3 – 18. Значит, 6 и 30 – 180. Близко. А вот уже 30 умножить на 7 – это было бы 21, 210. Совсем близко. Но у меня же не 30, а у меня 34. Значит, 7 мне вряд ли подойдет. Поэтому я 34 умножу на 6. Проверяем. Пишу 6 в разряде десятков, умножаю, нахожу остаток. 214 минус 204 будет 10. 10 меньше 34. Значит, цифру я подобрала верно. Записываю цифру из разряда единиц. Делю 102 на 34. Здесь, в принципе, подобрать достаточно легко. Опять же, если я прикину 30 умножить на 3 – 90, а 30 умножить на 4 – уже 120. Мне не подходит. Значит, здесь будет цифра 3. 34 умножить на 3 – будет 102. 102 минус 102 – остаток 0. Деление выполнено. Получилось 263. Посмотрите, пожалуйста. Здесь чуть сложнее уже подбирать цифры в частном, в разных разрядах. Но нам очень помогает способ округления. Мы сейчас еще раз посмотрим, потом, когда будем делить на трехзначное число, как этот способ работает. А я хочу вам предложить два примера на деление, которые, ну, кто-то выполнил, выполнила я, но почему-то один из них я зачеркнула. Попробуйте сейчас определить. Так все-таки, ну, я вам подсказку тут уже понятно показала, какой ответ будет правильным, почему, да, второй ответ будет неправильным, в чем заключается ошибка, и второй вопрос, а как эту ошибку легко найти и легко о ней узнать. Посмотрите, пожалуйста, буквально полминутки, ну, а я уже начну подсказывать. Итак, первая наша подсказка, какая была важная, то, что нужно предварительно определить количество цифр в частном. Давайте проверим себя. 6919 делю на 17. Первое неполное делимое 69. Значит, цифр в частном у меня будет на одну меньше, чем в делимом, их будет 3. Значит, ответ 47 однозначно будет неправильным. На первый вопрос ответили, как найти ошибку. А теперь второй вопрос. А почему возникла эта ошибка? Давайте посмотрим. Итак, смотрим на левую запись, которая правильная. 69 делю на 17. Пробую цифру 4. 17 умножить на 4 будет 68. Вычитаю 69 и 68. Остаток 1. 1 меньше делителя, меньше 17. Записываю следующую цифру из разряда десятков. 11. И я должна выполнить деление числа 11 на 17. Иногда говорят, 11 на 17 разделить нельзя. Можно. Меньшее всегда можно разделить на большее, только в результате получится 0. А в остатке получим делимое. Поэтому 11 делю на 17. Это будет 0. Я записываю в разряде десятков. И дальше я могу найти остаток 11 минус 0, получится 11. Но чтобы не делать эту запись, так как ничего не изменится, я сократила немножечко оформление этого деления у себя на экране или на листочке, когда я это делала. Поэтому я сразу записываю следующую цифру из разряда единиц. И теперь я буду делить 119 единиц на 17. Значит, я получу цифру разряда единиц. Это очень важно тоже, чтобы не сделать ошибку. 119 разделить на 17. Мы здесь можем подобрать, проверить. Получится 7. 7 умножить на 17 – 119. Остаток 0. Значит, при делении получилось 407. Вот это такое, знаете, ошибка – опасное место. То есть, если быть невнимательным при выполнении деления, вот этот 0, к сожалению, довольно часто теряют. Иногда даже взрослые люди. Я раскрою вам секрет. Второе. Где часто теряют 0? Посмотрите, пожалуйста. 3000 разделить на 25. То же самое. Как мне найти ошибку? Почему 12 – неправильный ответ? Мне опять поможет определение количества цифр в частном. Здесь должно быть 3 цифры, а не 2. Почему я допустила эту ошибку? Посмотрите, пожалуйста. Я потеряла, я не разделила единицы. 30 делю на 25, получаю 1, остаток 5. 50 делю на 25, получаю 2, остаток 0. Но я же еще не разделила единицы. А в единицах 0. 0 разделить на 25 будет 0. Поэтому в данном случае правильный ответ – 120. И последнее. Посмотрите, пожалуйста. Здесь я выполнила деление на трехзначное число. Алгоритм, я еще раз вам напомню, абсолютно тот же самый. И рассуждать я буду точно так же. Самая большая сложность при делении на трехзначное число – это подбор цифр в частном. Давайте посмотрим. Итак, 43077 разделить на 173. Первое неполное делимое – 430. Значит, цифра в частном будет сколько на 2 меньше? Будет 3. Потому что делить я буду сразу сотни. Получу сотни. Ставлю три точки. 430 делю на 173. Помните про подсказку, про правила округления? 173 близко достаточно к числу 200. Я могу округлить и в эту сторону. Если бы я 430 или 400 делила на 200, мне бы стоило попробовать цифру 2. Ее я и попробую. И вы видите, что у меня получился правильный ответ. 430 минус 346. Остаток 84. 84 меньше, чем 173. Значит, я цифру подобрала верно. Записываю следующую цифру 7. 847 делю на 173. Могу точно так же рассуждать, округляя. 173 – это почти 200. Если бы я 847 делила на 200, мне нужно было бы попробовать четверку. Вы видите, что четверка подошла. Но если я не угадала сразу, посмотрите, пожалуйста, я справа показала. Ведь иногда бывает сложно умножать трехзначные числа в уме. Поэтому я вполне могу рядом с делением выполнить подбор цифр частного в столбик. Я попробовала цифру 5. 173 умножила на 5. Получила 865. Очень близко к числу 847. Но в данном случае я вижу, что не подходит. Поэтому четверка мне подходит. Получается большой остаток 155. Но 155 меньше, чем 173. Соответственно, я выполнила верно деление. Следующая цифра 7. 1557 делю на 173. Как подобрать цифру? Опять же, я смотрю. Здесь явно получится много. Почему? Потому что 1557 почти в 10 раз меньше, чем в 10, но очень близко. Больше, чем 173. Значит, явно мне нужно попробовать цифру 9 или, может быть, 8. И вы видите, что девятка здесь подошла. Обратите еще раз, пожалуйста, на это внимание. При подборе цифр частного при делении на трехзначное число очень удобно использовать прием округления. Выполнять ту самую прикидку, про которую я сегодня говорила в самом начале. Не всегда вы с первого раза попадете в подходящую цифру, но, по крайней мере, вы уменьшите количество тех вычислений, умножения, которые вам нужно будет делать. Это очень важно, потому что иначе можно вот такое деление на 173 выполнять хоть 20 минут, если перебирать все подряд цифры для частного. Это неудобно и это неправильно. Деление на многозначные числа с одной стороны трудное, с другой стороны очень интересно. И, опять же, вы увидели, что здесь самое главное – понимать, как это делать. Вы можете потом потренироваться вот на таких интересных примерах, где нужно вставить отдельные цифры, догадаться о том, как выполнено деление. Вы можете это сделать, когда закончится наш с вами урок. И последнее, что я хочу сказать. Обратите, пожалуйста, внимание. Здесь обязательно нужна тренировка. Во всех ваших учебниках математики для четвертого класса есть примеры на деление на двузначное, на трехзначное число, деление с нулями. Обязательно потренируйтесь в выполнении деления. Можно потом проверить себя либо умножением, либо проверить себя на калькуляторе. Это тоже не запрещено законом. Если вы хотите проверить, опять же, тоже себя, то, как у вас получается выполнять деление, во вкладке «Файлы» есть один листочек из пособия проверочной работы, где вы тоже можете посчитать и потренироваться. Для тех, кому нужно больше, мы предлагаем тоже определенные пособия, но начните, пожалуйста, с учебника и вот с нашего такого листочка, который мы вам тоже сюда поместили. Я благодарю вас за сегодняшний урок. Я надеюсь, что вы для себя увидели самое главное – те подсказки, которые помогут вам хорошо и успешно выполнять деление. Обязательно тренируйтесь и никогда не бойтесь многозначных чисел. Все вычисления с ними выполняются точно так же, как и с более маленькими числами. Самое главное – этому научиться и знать алгоритм. Учитесь, не выходя из дома. Я желаю вам хорошего настроения и хорошей дальнейшей работы. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.